Не совсем с хорошими вещами, связанными с честной спортивной борьбой, так скажем. Да, ну, встречается, к сожалению, хотя иногда и не по вине спортсменов эти квалификации возникают. Тем временем Артем Шагов, ну, прекрасно просто справился с весом 142. Запас-то виден на него. Беларусь у нас сильна. В легких весовых категориях у них достаточно титулованных спортсменов, ну, по крайней мере, в не столь далеком прошлом, которые и в категории до 62 килограммов, и до 69, бороли за самые высокие места на как раз-таки международных соревнованиях. Редун Гулиев, попытка номер два, вес все тот же. Ну да, здесь еще меньше было похоже на рывок. Вот это вот движение, которое он сделал, и загнал себя в очень такую сложную ситуацию, с которой каким-то образом нужно выходить. На чемпионате Европы в Клайпиде в этом году, совсем недавно, Гулиев показал в рывке 144-184 в толчке и был первым. Чемпионат Европы до 23 лет был. Ну вот, глядя на статистику его выступлений, он никогда со 142 не начинал соревнования. То есть сегодня рискнули, и пока это неоправданный риск. Ваник Аветисян тем временем третий выход на помост, 142 килограмма, мимо, в итоге 140. Ну, примерно на своем уровне. Аветисян в прошлом году успел отличиться серебряной медалью чемпионата Европы. Ну вот, если смотреть по прошлогоднему чемпионату мира, в рывке Аветисян был 13-м, а вот в толчке 179 килограммов и четвертое место. То есть в шаге от медали. То есть все-таки коронное упражнение Ваника Аветисяна – это толчок. Сегодня чуть-чуть меньше, чем в прошлом году. Франция. Это значит, что Феридун Гулиф перезаявил килограмм. Да, нужно время, нужно время отдохнуть и настроиться. Бернардин Матам. Франция, 143 килограмма. Ну, Матам, опытный парень, 25 лет. Два раза он был третьим на чемпионатах Европы в прошлом году и в 13-м. Помним мы, как выступал он со своим напарником по команде Винселес Добая. Был такой чемпион мира, призер Олимпиады. Но последний закончил свою спортивную карьеру. Да, Бернардин Кинг Матам продолжает соревноваться тяжеловато на первой попытке. Мощный парень для этой весовой категории. Крепко сложен. Немножко у него, может быть, анатомических каких-то данных для подъема. То есть, видимо, локти недостаточно хорошо включаются. Но это все компенсируется хорошими физическими данными. То есть удается ему удерживать снаряд головой. Калия Брикен, Албаня. Участник Олимпийских игр Лондона. Был он девятым в 12-м году. Да, ну, албанские спортсмены... Некоторое время назад... ...с тем, что... ...было очень много браковых выступлений. То есть, обычно, одна попытка в рывке, одна в толчке. Или чаще всего баранки были. Но... Буквально в прошлом году все старты... ...очень-очень ровненько прошли албанцы. Единственным... ...такой, наверное, ложкой дегтя... ...было то, что... ...спортсмен из Албании выиграл медаль. В итоге был дисквалифицирован. Хотя, показал такую хорошую сумму. Да, ну и... ...я Брикен также... ...начал выступление с не очень удачной... ...попытки 143. Слабовато. Ну и пока образовалась небольшая пауза. Звучу информацию. Телеканал Евроспорт зарегистрирован 4 сентября 2014 года. Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ под номером ФС-77-59-264. А также телеканал Евроспорт Интернешнл HD зарегистрирован 4 сентября 2014 года. Федеральная служба по надзору в сфере связи и информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ под номером ФС-77-59-271. Успел. Да, да. В две минуты Иван уложился. Посмотрим, что на это время у нас поменяется на помосте. Пока два спортсмена не имеют итогового результата. И мало того, пока у нас в группе нет лидера соревнований. Лидер соревнований сидит, наверное, в зрительном зале и смотрит за борьбой. Спортсмен из Индонезии, из группы «Б», напомню, поднял 146 килограммов в рывке и лидирует. Пока лидирует. Итак, конец Калья Брикен. Максимально осложняет себя сегодняшнее выступление Калья. И так же, как и Гулеев, повисает на грани баранки. Да, ну вот сейчас будет установлен вес 143 килограмма и на помост приглашен. Да, он уже на помосте. Два подхода подряд у нас будет в каждом из них ребята будут пытаться уйти от баранки. Молодец, Веридун Гулеев. Да, ну эмоционально очень выложился. Было видно, что он выходит просто... Да хватит уже тебе, иди, тебе еще толкать. Куда ты? Да, ну что ж, одно спасение от нулевой оценки мы увидели. И будем ждать, что покажет нам албанец. Вдохновится он примером Феридуна Гулиева или нет? Вдохновится он примером Феридуна Гулееву или нет? Молодцы ребята, дружно сработали и продолжат борьбу уже в толчке. Да, ну иногда такие попытки, они стоят дороже, чем попытка выиграть золото. Все-таки справились с нервами, совладали с тяжеленной штангой. Продолжают борьбу. У нас устанавливается вес 145 килограммов на штангу. И должен был вступить в борьбу спортсмен из Туниса Бенхня Карэм. Но нам показывают мексиканца. Рокки Мендоза, который идет 145. На последнем старте пан-американских игр Мендоза в рывке показал, что 137. Был вторым, он в итоге по сумме... Да, но он получается 145 никогда не рвал. Хотя попытки были. На этот раз удачная. И совсем немного, один килограмм проигрывает мексиканец индонезийцу из группы B. Ну что ж, доволен. Я думаю, на уровне национального рекорда, скорее всего, поднимает. 145, ну много, если рекорд Америки, вот на данный момент 140 килограммов в Мексике. Я думаю, спортсменов все равно поменьше. Ну, мы уточним информацию. Интересно, конечно, вот, если бы нам давали какие-то национальные рекорды. Ну, у меня в закладках нету сайта американской континентальной какой-то федерации. А может быть, зря. Ну, что ж, неплохо. Высокий для этой весовой категории, вот, видно, спортсмен. И все равно парень из Индонезии пока что на первой позиции. Карема, да, чуть тяжелее. Спортсмен из Туниса 94-го года рождения. В общем-то, ему 21 год. Совсем недавно исполнился. 13-го ноября. Бернардин Кинг Матам. Второй подход, 147. Ты знаешь, 147 нигде не показывал француз. Таких килограммов 146 было на Европе в этом году, где он был третий. Хорошо, готов. Еще даже попытка одна в запасе. Еще может выше подойти. Ну, здесь, конечно, на грани все было. Ну, всякое бывает. Физически крепкий парень. У них как раз такая особенность, что они всегда могут в какой-то момент совпро и показать. Так, и вот так немножко подзабыли мы про Артема Шагова. Прошлый подход на 142 очень уверенно. Нет, зажат. Да, наверное, нервничая опыта не хватает. Быстро убегает куда-то. Да, но иногда вот это типично для молодых атлетов. Они торопятся, спешат, быстро выбегают, быстро убегают. В то время как более опытные, размеренно выходят, готовятся долго, выжидают до последнего и поднимают. Мексика, Мексика, третья попытка. Рокки Мендоза. 148 килограммов. Ну, и в случае успеха у нас он выйдет на первое место. Это пока на первой строчке Бернардин Кинг Матам, который наконец-таки обошел результат победителя группы Б на один килограмм. Да, совсем немного не хватило. Ну, вот Рокки Мендоза, в отличие от Артема Шагова, спортсмен уже такой, достаточно возрастной. 27 лет. Да, ну, скорее в самом разгаре таком спортивного совершенствования. Карем Бенхня, вторая попытка, 149 килограммов. Карем является чемпионом мира по юниорам 14-го года. Или, правильно я буду сказать, победителем первенства мира? Ну, кому как. Да, в России принято как-то вот, ну, в последнее время много разговоров, я слышал, что все-таки, ну, когда ты проводится чемпионат, значит, ты чемпион все-таки. Да, чуть-чуть не хватило, есть еще попытка, чтобы исправить. Немного, немного впереди, да. Завалился на носки, все, здесь уже без удержания. Ну, и Бернардин Кинг Матам. 149. Показывает судьям на локте, что недостаточно хорошее у него включение, чтобы не судили строго, если что не так. Ух, да, ну, так, возможно, где-то и близко было. Бернардин Кинг Матам. Интересно, в толчке бусы снимет, мешать не будут. Ему вот так вот, почему-то возникла такая мысль. Ну, как ты с практической точки зрения исходишь. Я думаю, да. Да, ну, Бернардин Кинг Матам все-таки может в актив о себе занести. Вступление в рывке все-таки личный рекорд он установил. Ну, и пока он лидирует, еще никто его не перекрыл. Вот четыре участника со 155 стартуют, и спортсмены с Туниса сейчас будут подходить на 150. То есть, получается у нас что, если Карем Бенхня поднимает, то он занимает сейчас, займет первую строчку, пока он четвертый. И дальше у нас будет борьба за медали. Медали у нас три, а претендента, судя по заявкам, четыре. Ну, это всегда, всегда интересно наблюдать. Особенно, когда среди них Олег Чен. Справляется с заключительной попытки. 150. Ну, вот это, пожалуй, неожиданность. Личный рекорд сразу на 4 килограмма прибавил. Он освежил свой личный рекорд. Где-то на чемпионате Туниса был установлен. Ну, наверное, вот неожиданное выступление. То есть, как-то никто о нем не слышал, и он получается Олег Чен. При всех раскладах будет пятым. Так, Олег Чен, 155 килограммов. Первая попытка. Давайте, знаете как, сначала посмотрим, а потом уже и расскажем. Раздадим какие-то комментарии. Ну, как всегда, неожиданно, конечно же. Да, ну... Фух, рывок, коронное упражнение Олега Чена. Обычно здесь он сдает всегда задел. Но вот в первой попытке что-то прям не задалось. Возможно, вот это вот волнение, когда ты видишь, что не ты один, и даже не вдвоем, а много-много ребят, которые претендуют, все претендуют. Хотя, конечно, каждый из выходящих также будет волноваться. Так, Ким Юн Хёк из Северной Кореи. Первый выход на помост. Те же 155 килограммов. Чемпион мира прошлого года. Что, судей? Локти немножко сыграли, но судейство достаточно мягкое на этом чемпионате. Все засчитали. Добавлю, что два раза был северокореец бронзовым призером чемпионатов мира. Да, он получается у нас самый титулованный в этой группе. Захватывает сейчас лидерство. Ждем появления Даниара Исмаилова из Турции. Чемпионы Европы 2015 года. Даниара Исмаилова и Даниара Исмаилова из Турции. от него на самом деле спортсмен а раньше выступал за туркменистан и несколько случается в 2014 году до начала выступать за турцию соответственно первый его международный старт за турцию это был чемпионат европы довелись и где он по 56 в рывке и 181 столчки то есть выглядел достаточно уверенно поднимал запасом и понимали мы что к чемпионату мира он скорее всего прибавит прибавил 155 уже в первом подходе и уверенно и перед нами китаец ши джи юн последний из тех кто не выходил все очень тяжело все участники просто на грани остается на 155 одна попытка будет это легче год назад олег чен 154 показал в рывке на чемпионате мира и жевать ух но немножко отлигло не хотелось бы чтобы выступление сборной россии начиналось потерял попытку олег на ну так же тяжело как все остальные спортсмены поднимал единственный минус что он это сделал во втором подходе они в первом знаешь повторы минимальный какой-то шаг здесь можно попытаться увидеть довольно тяжело как ты сказал но тем не менее все 160 заявили все кроме китайца который заявил 158 интересно олег чем на на чемпионат мира попал после победы на 5 россии старом осколе так и есть я свидетелем этих соревнований вживую поздравляем вас да был интересный олег чем там последовательно поднял 152 207 в рывке и пощупал 161 немного впереди осталось наверное даже вот на секунду штанга зависла над головой но удержать олег не смог ну что ж я думаю попробовал а сегодня уже поднимет по 60 так сто пятьдесят восемь да из этой четверки ши же юн решила шагнуть через три рассчитывая на то что все остальные будут ошибаться на 160 скорее всего так да уже уже легче уже легче поднимает первая попыточка то было менее уверенно нас и лидер на лидер так сейчас у нас будут выходить спортсмены северной кореи из турции олег чем на свой третий подход будет использовать уже после ну что ж определенно у него тоже небольшое тактическое по крайней мере есть преимущество ши джи юн кстати газ китая вот в его статистике всего один старт датированный 2013 годом и над азии где он занял пятое место в сумме 155 в рывке и 183 в толчке ну возможно просто у нас нет такой полной информации все-таки где-то где-то скорее всего он отбирался возможно на знаете китае как этого года или чемпионата мира ким юн хёк 160 четверки спортсменов у нас самый легкий это данияр исмаилов он будет иметь преимущество над остальными спортсменами ну а китаец тяжелее всех случае равных килограммов он будет проигрывать им нужно будет поднимать больше как минимум а грамм чик нет нет такси к китайца пока что приносит свои плоды да ну сейчас посмотрим что покажет данияр исмаилов данияр исмаилов будет подходить к своему личному рекорду соревновательному до осталось 4 атлета все на 160 и и особняком а только данияр еще одна попытка у него будет а 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 м а да серьезный парень с учетом того что толкает он тоже неплохо серьезная серьезная заявка на победу сегодня сумме так олег чен у нас он сейчас выходит по весу я смотрю жалеет из моего музей заявлять 161 наверное редко лучше все-таки поднять 160 и попробовать ну в призыв попасть пока у нас олег чен на третьем месте держать держать олег есть 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 160 поздравляем олега с неважная попытка ух ни в коем случае нельзя было не поднимать и олег продолжает борьбу за самое-самое высокое золото двукратный чемпион европы двухкратный серебряный призер чемпионатов мира россиянин олег чен да отлично отлично 160 ну помимо медали чемпионата мира есть еще такой вот скрытый подтекст дело в том что на олимпийских играх команда едет чуть-чуть урезанная то есть если на чемпионаты европы на чемпионаты мира можно заявить в каждой весовой категории по одному участнику либо в какой-то категории выставлять и выставить два участника в другой категории то на олимпийских игр состав урезанный получается команда едет неполная меньше вот этих квот олимпийских и конечно же каждый атлет старается выступить хорошо чтобы попасть именно на олимпиаду ошибается китаец останавливается на 158 и пока что третья позиция я думаю третьим он и останется никто уже не мне отодвинет его нет но вот сейчас попытка как раз спортсмены северной кореи будет пока идет на четвертом месте на и если поднимет 161 он не обходит у нас данияра исмаилова но обходит и олега чена и спортсмен из китая судьиона ну так вот продолжая тему о квотах олимпийских так далее ты наверное хотел сказать что олег принимал участие завоевывал командные очки и не ездил на олимпиаду включая мысль развивал в этом ключе конечно опять-таки борьба просто обостряется это давай посмотрим попытку и продолжим да ну это была попытка действительно не получилось у ким юн хёка так вот вот это правило что шлиравляем олега чена с медалью серебро поздравляем мы надеемся что в сумме да будет также серебро и у нас еще одна попытка да ничего не поменяется серебро на ты прав так вот 6 чек это скорее вот минус для сильных сборных у которых в каждой весовой категории есть реальные претенгенты на медали то есть россия тоже в их числе это и россия и китай казахстан то есть те страны у которых много атлетов во всех весовых категориях и получается так что кто-то остается лишним кто-то всегда останется лишним вот олег чем таким образом на прошлом олимпиаду к сожалению не попал то есть он до последнего момента было в запасных но решили тренеры что лучше выставить 2 а по нему другой весовой категории что где чуть больше шансов хотя уровень олега чена медаль никогда медаль да да он на всех чемпионатах мира себя проявляет с лучшей стороны не стопроцентно конечно но в большей степени всегда до заключительная попытка в рывке 63 даниэр осмаилов не взял он пожалуйста никто никуда не убежал 160 те же самые что и у олега да ну а ух и у нас сегодня нет который и резусные килограммы показывал что в рывке да что и в толчке поэтому втором движении борьба борьба ожидается интересная по стартовым заявкам здесь еще ничего не ясно все примерно одинаково начнут и все будет решаться уже на помосте последних попытках ну и таблица по итогам рывка поздравляем олега да нет легко ну видимо тактика тактика то есть каждая сборная использую скажем так свою какую-то тактическую схему сейчас даниэр осмаилов набрал сумму триста тридцать шесть килограммов что на килограмм меньше чемпионата европы тбилиси где он выиграл ее 181 в тбилиси карем бенг не 176 карем был пятым после рывка но тем не менее все равно шанс сохраняет здесь даже не столько у него есть возможность добраться до призовых призовых мест хотя это хотя это тоже реально насколько рассчитывать можно на неудачу допустим кого-то из тех кто стоит выше да хорошо ну молодой парень прибавляет от старта к старту в таком возрасте нужно расти с один год всего лишь так и олег чен у нас выходит на помост фух первое появление в толчке 177 чуть меньше чем планировали но я думаю посмотрели на диньяра исмаилова и решили хорошо надевать молодец олег колчок частенько подводил олега ну на чемпионате россии на кубке россии в старом москве удалось немножко пробить 185 поднял олег чен и мы видим казбек золоев помогает разминаться вот пока пока все успешно олег чена выступает за московскую область и краснодарский проживает в анапе тренируется под руководством петра петровича курбас кого и александра николаевича аносова витязь она начинает свою борьбу в толчке 177 успешно ну как мы говорили в толчке он поинтересно поинтереснее чем в рывке и вот если в рывке он одним из первых входил первым на помост то сейчас уже в самом разгаре когда уже два лидера на помосте появились уроки и мендоза вторая о первая попытка извиняюсь да он перезаявил изначально планировать 75 ну рекорд в этом упражнении 180 так аккуратненько с разгона будет прибавлять сегодня а мендоза особенно неплохо так все четко как по книжке никаких лишних движений никаких проблем в отдельных каких-то фазах все четко такому атлету может только сил не хватит для выполнения попыток борьба прям вот чувствуется как так усиливается накаляется атмосфера соревновательная с каждым подходом потому что лидеры уже по попытке использовали я думаю остальные спортсмены и китаец и спортсмены северной кореи смотрят и думаю это может быть стоит выйти попробовать тоже поднять какой-то вес зафиксировать я думаю некоторые согласятся со мной с груди так по-албански получилось да да не похоже у всех техника но вот держится за плечо видимо что он заклеена тейпом да ну вот будет интересно увидеть такие килограммы не покрялись французу но попыток было немеряное количество на 180 на 181 пока все мимо 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 и и и и закоротил в подседе так и как обычно за голову и таком широком хвате я вот сколько помню его неудачных попыток они все были вот именно такого типа то есть падает за голову не хватает ему до боя мне кажется все таки да они дополняли друг друга хорошо именно толкал на рубке всегда удавался показать большие килограмма за счет толчка конечно я свои титул он и выиграл напомнишь как он перехватывался из узкого хвата на широченный практически до конца да так тем временем артем шагов беларусь 180 килограммов ну на международных стартах такие килограммы артем шагову не покорялись он выступал 2011 году на чемпионате европы я понимаю юношеского да 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 это до 17 лет и в 2012 также на юношеском чемпионате там скром работой хорошо держать ну молодец ну вот артем шагов порадовал порадовал в рывке скорее всего из-за неопытности ну да он на нерваках таких серьезных да ну а 180 в толчке очень хорошо я думаю вот белорусов будет усиление хорошее на европейских чемпионатах вполне достойных нашим ребятам вырастает и француз третья попытка очередная попытка взять рубеж 180 килограммов ну на этот раз даже не получилось встать со штангой прошлое вставание очень тяжелым было все силы оставил той попытки бернардин кинг матам и и в итоге закончил в толчке пока на одиннадцатом месте сумме пока четвертый но у нас многие даже не начинали немногие три атлета не выходили и 5 сделала по одной попытки до передунгу лиев интересно интересно будет не посмотреть но 195 на чемпионате европы в группе b он толкнул и толчки за первое место как раз таки вот та ситуация где спортсмен из группы b попадает на самую вершину карем бен не тунис ошибается здесь такая попытка которую мне кажется можно исправить на грудь очень легко вас другие в конце видно было что сам понял что нужно было поднимать немного за голову не хватило довести снаряд и что у нас две минуты получается никого больше нет на сто восемьдесят один да на сто восемьдесят два вани к витисян и рока миндоза на сто восемьдесят три и данияр осмаилов и живи он из китая и калия брикен албании так тунисист перри заявляет на сто восемьдесят три чтобы отдохнуть здесь два килограмма я думаю роли особо не сыграют в плане отдыха как тяжело посмотрел на руках практически у понял да ну не хватило высоты подъема поэтому штанга легла низко пришлось тратить силы на то чтобы ее немножко подровнять и при конечно таком тяжелом вставание рассчитывать на успешное выполнение именно толчка уже с груди не приходится так рока миндоза 82 джоп рока миндоза поднимал 180 продолжает радовать этот парень особенно при работе с груди да все четко у рока миндоза и еще попытка одна в запасе остается я думаю он ее прибережет уже как раз таки на какой-то выход в борьбе за медали так и ваника витисян сейчас самое главное для него взять на грудь шлангу как можно легче чтобы оставить силы для толчка с груди да ну легче не получилось и не получилось и в итоге сто семьдесят семь килограммов и на девятом месте в сумме пока на девятом а финиширует вани к витисян и а а а а а а а а а ким юн хёк из северной кореи планировал начинать 185 числе самых больших заявок но решил чуть-чуть пораньше включиться в борьбу более его соперники и олег чена генер из моёв уже покыточки свои использовали поэтому он решил тоже выйти набрать какую-то определенную сумму для зачета ай-яй-яй-яй рука то в конце дрогнула да ну судей благосклонная 183 килограмма есть есть не он и в итоге он отодвигает олега чена на вторую строчку и сам возглавляет а суммой 338 нашу так итоговую таблицу в сумме двух упражнений олег чем на четвертом месте в толчке ну вот решаться во вторых попытках 183 да не я рассмотрела в случае успеха он выйдет на первое место снова олег чем заявил пока 185 корявенько немного но фиксирует результативно самое главное фиксирует даниэр исмаилов да и такой хороший шаг на пути к медали он делает олег пока на 185 заявил я думаю чуть-чуть убавит 184 уже уже убавил да да но это логично было ему нужно на килограмм больше поднимать чем даниэр исмаилов и ориентироваться на все-таки его подходы потому что последнее слово опять-таки за олегом ченом останется последний шаг вот в этой дуэли китаец решил всех пропустить 187 заявил ну наверное выжидает и смотрит а может быть просто хорошо готов позиция выжидающего я думаю данной данной ситуации улевел да такое очень сильно трясло по-прежнему плечо жалко конечно албанца видно что испытывают он боль выполняя толчок как у нас будет установлен вес 184 по всей видимости потому что рока мендоза 183 заявка но вряд ли он на килограмм больше пойдет все таки чувствовался запас 183 у нас выходит карем бен ночной режим тика тебя да нет все нормально на самом деле больше и переживаю за лего чена потому что сейчас я представляю добавляет еще насколько важна будет его попытка на 184 потому что с одной стороны она важна а с другой стороны для олега ну это ну очень близко к его личному рекорду тут еще и тунису понимаешь ли подпирают со всех сторон но тунису подавшил я берет 183 и в итоге финиширует ну так не не очень может быть хорошим результатом сумме но для себя в первую очередь набрал он рекордную сумму так ну что ж олег чен на экранах а это значит будем болеть переживать давай олег 184 килограмма очень нужно мы понимаем что много но надо вставай 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 держать отлично для олега самое главное встать со штангой было тяжело но поборолся потерпела с груди его чуть-чуть попроще хотя конечно тоже важная часть надо так ноты видим мы идет его тренер который непосредственно осуществляет подготовку спортсмена и олег чен на первом месте сейчас его позиции будут атаковать другие ребята но олегу чену сейчас нужно наверное ориентироваться на даниэра исмаилова самое примечательное сейчас я заметил 344 сумма рекордная нигде 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 даже на чемпионате россии олег не поднимал такой суммы да поэтому как бы не закончились соревнования олегу чену это можно поставить плюс при любом раскладе какой был он итоговый не получился то есть он уже вырос сделал очень большой шаг вперед так перед гулиев ну чтож десятое место в рывке но в случае успеха сразу на первое выходит на их толчки грудь работает отлично да достойно но в сумме при любых раскладах я думаю поднимать нужно много даже чтобы обойти олега чена ему нужно будет поднять на 17 килограммов больше то есть совсем нереально это больше двух сотен а вот за отдельные медали он может включиться и кстати говоря нам наверное это на руку потому что кто-то из спортсменов возможно тоже фокусируется надо на борьбе за отдельные медали не будет так следить за суммой так исмаилов 187 чем 188 все правильно если даниэр исмаилов поднимает олегу в любом случае нужно идти на килограмм больше если он не поднимает то олега чена преимущество нового обходит пока но и опять-таки китаец все-таки на 187 должен будет появиться на помосте мы будем надеяться выше уже некуда откладывать может и перезидеть на 190 и дождаться как-то главным сюрпризом является пожалуй китаец в этой ситуации нигде нигде не было видно его и тут сразу такие килограммы рока мендоза молодец пушка работают без осечек все что не затащит на грудь обязательно толкает но ушел он пока седьмым и сразу на первую строчку залетает и нашего олега чена это вниз на третье место именно в отдельном упражнении в тачке все меньше и меньше остается попыток ну чтож сейчас ожидаем китайца да вызывают уже его да ну вот он и появился сто восемьдесят семь килограммов и и и хорошо работа из груди конечно да и еще попытка осталась вот а вот в этой как раз таки оставшиеся попытки он может и побороться за золото вполне вполне так данияр осмаилов по всей видимости потом кария брекен из албании которые учатся за отдельные упражнения но с больным плечом как бы это не закончилось так печально надеюсь что здравый смысл преобладает нет тренеры все-таки пускают в мясорубку албанца но в случае успеха он будет старым и олег чена воспользовался правом перезаявки и 187 чуть-чуть отбавили возможность была это правильно ну тяжелая попытка была на 184 если под ними 187 конечно будет неплохо данияр осмаил 188 и отдали инициативу руку но здесь как бы уже не до инициативы здесь надо просто собирать свои килограммы выше головы то можно прыгнуть что не всегда сохранил себя галия да получил аплодисменты олег чен как мы можем видеть будет следующим ну что ж надеюсь зрительный зал поможет олегу стать тяжеленной штангой 187 килограммов уже большое дело сделал олег сегодня прибавил своей лучшей сумме килограммы и нужно постараться обязательно еще сделать этот маленький подвиг а вот с груди не получилось гимн юн хёк 188 килограммов гимн юн хёк 188 килограммов но пропускает спортсмены северной кореи попытку и таким образом данияр исмаилов пока на третьем месте случае успеха обойдет и китайца и нашего олега чена отодвинет на третью позицию до ну откровенно много для него именно в борьбе рождается результат и давайте взглянем вопрос и оставляет вопросы за этой попыткой я ноу лифт ноу лифт вес не взят да ну была игра локтей откровенно говоря и при замедленных повторах все вы сможете в этом убедиться все таки правилами что должна подниматься сразу на прямые руки не допускается вот такое вот движение здесь да откровенно понимает и признал в общем-то смотрим дальше гулиев вторая попытка на сто восемьдесят восемь и так ну гулиев борется за медали случай успеха он обходит спортсмены северной кореи и размещается на первом месте в толчке но по сумме там без вариантов слишком много проиграл в рывке смотрите да поздравляем азербайджан с очередной медалью пока на золото идет но сейчас все решится в попытках гибель человек у нас осталось до северокореец и китаец китаец пока лидер ким юн хёк если он хочет обойти китаец плюс пять да то он должен прибавлять пять килограммов то есть идти сто девяносто два а если он хочет а он хочет что что-то хочет да но здесь смотрите какой расклад он сейчас идет вторым в толчке и четвертом сумме на третьем месте у нас идет дания расмаилов нет можно атаковать кореец хочет попасть на подиум по сумме и попробовать выиграть толчок и вот именно вот эта попытка в случае успеха вот все это ему принесет но для этого нужно будет поднять таким образом мы поздравляем олега с серебром чемпионата мира да да уже может это сделать независимости от попыток китайца и спортсмены северной кореи олег втором месте я думаю толкнет нет нет не толкает знаешь на грудь взял легче чем два предыдущих подхода и тут решил мазануть вдруг на ну тоже с медалью уезжает в толчке он взял серебро китаец чемпион причем вот интересно что китаец у нас идет на третьем месте в рывке и на третьем месте в толчке но сумма двух упражнений золотая медаль ты знаешь вот при плотности таких результатов чаще еще чаще всего так и бывает та ситуация которую ты смоделировал приносит такому середничку самый высокий результат не обязательно выделяться в рывке в толчке где-то по отдельности ровненько выступить и там и тут так попытка быть первым в толчке чемпионом мира уже этот парень стал нет нет не все так просто пока нигде что впереду на гулиева ну так имеет еще одну попутку попытку ши джи юн ну я думаю обязательно он будет ее использовать все таки безусловно шанс получить еще одно золото для команды и для себя в общем-то не каждый раз предоставляется было близко единственный момент успеет ли восстановиться первый раз наблюдаю когда атлет отдыхает не в специально отведенном для отдыха месте но чемпиону миру дозволено я думаю уже делать так опять серебро олега да и опять серебро чемпионата мира пока что всего лишь один килограмма разделяет разница между первым и вторым местом 345 у китайца и 344 у олега 343 у данияра исмаилова ну что ж попытка номер 3 и удачная ну что ж красиво закончил свое выступление хорошая такая жирная точка да 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 восклицательный знак 158 на рывок 190 толчок бронза в рывке и и и и и и и и и Продолжение следует...